Оркестр гремит басами, трубач выдувает медь. На сцене Одинцовской детской музыкальной школы участники первого районного фестиваля «Веселые трубачи» юные исполнители на духовых инструментах. Здесь и нежная флейта, и громогласная волторна. Фестиваль – это творческий проект педагогов в юбилейный для музыкальной школы год. Цели и задачи фестиваля, конечно, они разные, но самое главное – это дать возможность ребятам не только первого эшелона поиграть, те, которые участвуют в конкурсах всероссийских, международных, может быть, областных, а дать возможность учащимся попробовать свои силы, те, кто начинает, те, кто, может быть, не достиг пока таких высот. На Одинцовской сцене ребята из разных музыкальных учреждений района. Есть гости из московских школ имени Михаила Табакова и Владислава Блажевича. Всего более 150 участников. Репертуар разнообразный, но преимущественно классика. Музыкальная встреча – это еще и творческий форум для преподавателей и концертмейстеров, где они могут пообщаться и наметить новые направления в своей работе. Хочется отметить высокий профессиональный уровень участников, особенно ансамблей, очень хорошая организация, замечательный зал и масса положительных впечатлений. Интерес к духовым инструментам у молодежи велик. Это доказывает большое количество участников. Из-за этого фестиваль разделили на два дня. Настоящим открытием стали инструментальные ансамбли. Некоторые имели оригинальный состав. К примеру, этот творческий коллектив из Большевиземской детской школы искусств, где представлены скрипка, флейта и кларнет. А ты почему флейта взяла в руки? Она звучит красиво. Она сама по себе красивая. Мне на ней очень нравится играть. Ангелина Мересаар из Барвихи всем музыкальным инструментам предпочитает ксилофон. Он успешно применяется в симфоническом оркестре, а также может солировать. Ангелина занимается музыкой под руководством своего дедушки Николая Ермакова, заслуженного работника культуры. И имеет далеко идущие планы, не только музыкальные. Я хочу стать президентом, чтобы сделать мир еще лучше. Ну, Россию еще лучше. А музыка тебе зачем? У каждого президента свои особенности. Ударные инструменты – это же не только ксилофон. Это и малый барабан, и литавры, и тарелки. Все, что есть из ударных инструментов, ученик, который занимается на ударных инструментах, должен освоить их все. Фестиваль «Веселые трубачи» для Одинцова стал настоящим открытием новых имен и талантов. Зачастую первым духовым инструментом в жизни музыканта становится блок флейта. После восьми лет это может быть гобой, саксофон или кларнет. В Одинцовской детской музыкальной школе на отделении духовых и ударных инструментов занимается более ста детей, которые регулярно участвуют в городских и районных концертах. Мария Подъепольская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».